А вот жильцы многоэтажки, что в Екатеринбурге, пожаловались в ТСЖ. Мол, после ремонта нижние этажи стало топить. Но коммунальщики отреагировали сухо. Отключили воду и канализацию во всем подъезде. Теперь же пытаются слить все вопросы в сторону арендаторов, что расположились в подвале дома. Городской дозор вмешался в ситуацию. Ремонт по замене стояков в этом доме заступорился из-за засора в подвале. В итоге четвертые сутки полподъезда лишены воды и возможности пользоваться туалетом. Трубы ремонтники заменили, но тут засорилась канализация. Сначала затопило первый этаж, потом и второй. Пустить стоки в привычное русло коммунальщики не смогли и просто перекрыли воду. У нас засор между первым этажом и подвалом. Засоры, я насколько знаю, с марта месяца они не могут этот засор устранить. После того, как поменяли стояки, они, видимо, окончательно это все завалили. От аварийной бригады жители слышат только одно. Устранить засор мешают арендаторы подвала. Мол, к себе они никого не пускают. У меня соседка сказала, что вроде бы они уже соглашаются там, чтобы у них пришли, сделали. Эти, говорят, их не пускают туда, так я не знаю, кому верить, кому нет. Самые активные жители, узнав, что их беды от тех, кто в подземелье, уже вмешались в ситуацию. Итогом стало разбитое в офисе окно. Но, по словам коммерсантов, они сами страдают от засора. А ремонтников не пустили потому, что те не объясняют, что они будут делать и сколько это займет времени. Только сегодня коммунальщики, наконец, зашли в подвал. После только сегодняшней встречи, после недели, когда нас заливает, значит, вот, пришли представители, вскрыли короба. И, соответственно, дальше предложение. Если бежит канализация, ему виновата, ее немедленно нужно сейчас что-то тут делать. Но в то же время нам специалисты сказали, нет, сейчас мы к вам придем через три дня. По словам коммунальщиков, это уже инициатива подрядчиков. К чему перерыв, если обо всем договорились? У нас действительно просто не было доступа. И я считаю, что ситуация, конечно, нештатная, потому что не в наших силах привлекать какие-то другие силы для того, чтобы нас просто пустили в это помещение. Как бы то ни было, заверяют коммунальщики, сегодня же подрядчики возобновят работы. И в ближайшее время водоснабжение и канализация в подъезде будут восстановлены. Юрий Шумков, Владимир Середа, Городской дозор.